Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Отлично! Йо-йо-йо! Всем салют! Выбрался в эфир наконец-таки за долгое время. Вообще как-то подпропал немножко, да, это чувствуется. В общем, уже хочу, короче, уже что-то выпустить на самом деле, но нужно урегулировать какие-то формальности определенные, вот. И... Всё. И будет навьё скоро. Очень много материала, просто этих демок просто неимоверное количество, и нужно это всё как-то выпустить. И... Уже просто они мне настолько надоели, что хочется всё удалить к чертям собачьим и ничего не выпускать. Но это вот такой вот, знаете, синдром демки есть. Где мой мяч? Салам из Иванова. Бро, я не знаю, где твой мяч, ты его проебал где-то. Привет, щиты! Салют, чита! Салют, салют! Салют, диктатор Юи Ви, из щиты. Так что такие дела, я думаю, короче, наверное, на следующей неделе уже буду дропать трек. Всё-таки один будет тречок. Мы в четверть финале, я просто в ахуй, да, нужно было по этому поводу даже выйти в эфир, да, потому что я не верил своим глазам. Ну, естественно, я, конечно, верил всегда в нашу сборную, потому что я даже сделал трек, вы могли его слышать, как Федя Смолов. Но Федя Смолов меня очень сильно огорчает, поэтому всё-таки вот как команда вообще тащит, как вся сборная. То есть пацаны стараются, работают там, просто в каждый момент грызают там что-то. Ну, это вообще круто. Россия с Хорватии, какие у тебя прогнозы? Ну, я думаю, игра будет гораздо, с нашей стороны, более открытая, чем с испанцами, потому что хорваты не любят так мяч контролировать, как испанцы. И типа они будут оставлять оголять фланги, там открытые зоны, и можно будет контратаковать нормально. Брал ли я билеты на матч с Россией? Нет, не брал, потому что я проебался, как обычно, хули, блядь, распиздяй, чё поделаешь. И не сделал себе паспорт болельщика, и поэтому у меня не получилось вообще. Как жизнь? Вообще заебись всё, потихонечку, помаленечку. Быстрее бы что-нибудь уже просто выпустить, потому что я уже не могу просто так. Смолов забил... Ну, слушай, ну ему пора бы уже забить, на самом деле. Трек про хоккей. Ну, уже есть трек про хоккей. Трус не играет в хоккей. Слышал эту тему? Это же Бенгер был в своё время. Чё сейчас... Блядь, что сейчас делаешь? Сейчас жду, короче, девочку и... Вот. Нужно провести нормальный вечер. Что думаешь о переходе Роналта? Блядь, сегодня какой-то футбольный вечер у нас. Тебе в сторис отправили, как бразилец тебе бэки ставит под Федю. Смолова? Да ладно! Я не видел. В натуре, что ли, бразилец? Это вот этот ебанутый, у которого шапка такая, типа, зелёная, ну, в цвет бразильского флага, и он там, типа, флексит, да, в видосах. Есть фиты. Фиты. Да, фиты будут. Фит будет Шишом, ну, знаете, группа Монерикс. Там будет фит, Шиш и Яр. Ну, вы нарвать на битах их по-любому видели, я думаю. Салют из Челябинска. Салют, Челябинск. А чё, 21-го в Питере не уступаешь? А чё, 21-го? Если ты про 140 BPM, то я не, как бы, не искал себя, так сказать, противника на какой-то мейн-ивент, и, ну, на второй сезон я, естественно, не пошёл, потому что я чё, Макс Кир, что ли? Чё, там в тачке бразилицы Федя Смолов. Блядь, скиньте ещё раз в историю, я, ну, не в историю, а куда, в директ, да. Я хочу посмотреть это. Нормальная, п***, получилась тема? Респект, сприми, бро. Пермь тоже респект. Вайп, давно хотел спросить тебя, видел твою историю после финала. Ты реально сделал ставку на шума? Конечно, бро. Нужно было поступить по-умному. Марафон, Бэт. Ставки на спорт. С кем батлиться будешь? Да мне вообще похуй на батлы сейчас, я просто делаю музло и экспериментирую. Движусь вообще в разных направлениях, и скоро вы это услышите. Так что, ну... Для кого-то это будет, наверное, шоком прям таким, знаете, прям как электрошокером вас пизданёт. Вот такая тема. То есть, это совершенно будет разниться с тем, что я делал ранее. Вот. Респект, ЕКБ, ЕКБ, респект. Скетчу, привет. Да, Скетч вообще, это отдельный персонаж, ему безмерный респект вообще. Люблю этого братишку. Просто... Родной человек. Охуеть, сколько у тебя времени? У меня... Почти полодиннадцатого... Вечера. Клипы будут? Да, клипы... Скоро будем работать над одним клипом, и это будет не просто махание ветками там, блядь, как у обычных рэперов. Типа, будем нормально так запариваться вообще и создавать атмосферу крутую. У меня светло, потому что полярный день. Слышал такую тему? У нас есть полярная ночь и полярный день. Полярный день мне нравится, потому что постоянно на таких бодряках, типа, и, ну, не чувствуешь усталости вообще. А в полярную ночь это вообще самое жесть, то, что постоянно темно, и ты, блядь, просыпаешься, и ты не понимаешь, день это или ночь. Делай новое, но не забывай про вайп. Вайп никуда не денется, как бы, по-любому будет прокачивать, я думаю. Но я над этим работаю. Мне в самом просто это нравится. Доголя. Правильно. Твой брат вернулся в рэп. Джонни бой. Ну, конечно, блядь. Мы недавно с ним созванивались, я вот переживал по этому поводу, типа, как все-таки комьюнити воспринят его возвращение. Вот, мы с ним посоветовались, вот. И я ему посоветовал дропать лирический трек, потому что все-таки лирики в наше время не хватает, такой хаши. Вот, и нормально зашло. В лесу, видели, снимали, короче. Клип мурманский был снят. В лесу вот этом. У нас такие же леса. Будет фит с ноунеймом. Да, я думаю, будет. Если этот распиздал, все-таки запишется. А так, в принципе, все готово. Ну, в общем, я, как сказать, вечерок прокоротал сейчас. Спасибо за внимание. В общем, основную информацию вам сказал. Все, всех люблю. Всех на связи, короче. До свидания. Скоро будет много материала, поэтому... В общем, еще чуть-чуть осталось ждать вообще. Вот капельку совсем. Все, привет. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok